Всем привет! Перед просмотром просим подписаться на наш канал и нажать на колокольчик. Заслуженный артист России Валентин Тепляков умер из-за коронавируса. Информация об этом появилась на сайте Российского института театрального искусства ГИТИС. Большую часть своей творческой жизни Валентин Васильевич отдал ГИТИСу. Он преподавал в ГИТИСе больше 30 лет, 20 из которых был деканом актерского факультета. Валентин Васильевич Тепляков выпустил три поколения своей мастерской. На его глазах происходило становление многих ныне любимых артистов и наших молодых педагогов, говорится в публикации. Уточняется, что Тепляков скончался внезапно и стал еще одной жертвой, охватившей планету пандемии. Ему было 69 лет. В 1973 году Валентин Тепляков окончил Щепкинское училище. Он был почетным профессором Центральной академии драмы и заслуженным деятелем искусств России. За свою карьеру Тепляков поставил такие спектакли, как «Братья Карамазовы», «Трамвай желания», «Три сестры» и «На дне». Ранее 9 ноября стало известно, что из-за коронавируса скончалась российская певица Лилия Сабирова. Она умерла после родов. На 1938 году жизни скончался виолончелист Александр Бузлов. О внезапной смерти своего ученика сообщил в Фейсбуке профессор Московской консерватории Алексей Селезнев. «Пусть с тобой там тоже будет твоя музыка», – пишет он. В комментариях пользователи соболезнуют утрате и называют уход Бузлова большой потерей для виолончельного мира, в особенности для отечественной школы. Еще будучи ребенком, Саша Бузлов стал знаменитостью, завоевав в 13 лет свой первый гран-при в Монте-Карло. Еще через год, гран-при на конкурсе «Виртуозы» 21 века в Москве. За этим последовали победы на международных конкурсах в Лейпциге, Нью-Йорке, гран-при всероссийского конкурса «Новые имена в Москве», молодежная премия «Триумф» и т.д. Причиной смерти молодого талантливого музыканта стал отрыв тромба. У него осталась трехлетняя дочь. О дате прощания с Бузловым и месте похорон будет сообщено дополнительно. Александр Бузлов родился в Москве в 1983 году. В 2006 году окончил Московскую государственную консерваторию имени Чаковского, класс Натальи Гутман. В рамках мастер-классов занимался с Мстиславом Растроповичем, Даниилом Шафраном, Натальей Шаховской, Борисом Талалаем, Аберхардом Финке и Бернардом Гринхусом. Лауреат первых премий международных конкурсов Young Concert Artist в Лейпциге и в Нью-Йорке, обладатель гран-при в номинациях «Виолончель» и камерный ансамбль всероссийского открытого конкурса «Новые имена». В 2005 году он завоевал вторую премию на международном конкурсе «Виолончелистов арт в Мюнхене», а в 2007 году оказался безусловным фаворитом 10-го международного конкурса имени Чаковского, завоевав серебряную медаль, премию за лучшее исполнение произведения Чаковского и специальный приз фонда Мстислава Растроповича и Галины Вишневской. Год спустя стал обладателем второй премии на международном конкурсе «Виолончелистов в Женеве». В 2010 году завоевал гран-при и приз слушательских симпатий на международном конкурсе «Виолончелистов им Эммануэля Фейермана» в Берлине. В 2015 году третью премию на международном конкурсе имени Чаковского. Сотрудничает с такими дирижерами, как Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Владимир Федосеев, Пава Ярви, Яков Кройцберг, Станислав Кочановский, Томас Зандерлинг, Леонард Сладкин, Юрий Тимирканов, Кристоф Попин. Исполняет камерную музыку с Натальей Гутман, Юрием Башметом, Вадимом Репиным, Леонидосом Кавакасом, Мартой Аргерих, Юлианом Рахлиным и Дмитрием Ситковецким. Как солист выступал также со многими американскими симфоническими оркестрами, объехав в гастрольных поездках практически все штаты США. В 2005 году дебютировал в Корнеги-холле и дал гала-концерт в Линкольн-центре. Принимал участие в международных фестивалях Кремль-музыкальный, Московская осень, Декабрьские вечера, Святослава Рихтера, Иерслонга, Москва, Белые ночи, Площадь искусств и Музыкальный олимп, Звезды белых ночей, Санкт-Петербург. В фестивалях памяти Олега Кагана в Москве и Кройте, фестивалях в Вербе, Людвигсбурге, Мекленбурге, Передние помирания, Кальмаре, международных фестивалях камерной музыки в Живерни и Монпелье. Имеет записи на телевидении и радио России, а также на радио Германии, Швейцарии, Франции, США и Австрии. Преподавал в Московской государственной консерватории имени Чаковского. Дал мастер-классы в России, странах Европы и США. Среди ангажементов на текущий сезон концерты в Московской государственной консерватории имени Чаковского с Лукасом Генюшасом, Санкт-Петербургской государственной филармонии, с Академическим симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии под управлением Феликса Коробова Тольяттинской филармонии, с симфоническим оркестром Тольяттинской филармонии под управлением Тимура Зангиева и участие в Международном музыкальном фестиваля в Хабаровске. Александр Колтовой разбился при жесткой посадке самолета Cessna в Люберцах. Вероятной причиной крушения воздушного судна стал неисправный двигатель. Сначала СМИ предположили, что на борту находилась и супруга ведущего, но затем стало известно, что там был другой пассажир. Легкомоторный самолет Cessna разбился в Люберцах. В экстренных службах сообщили, что у воздушного судна отказал двигатель в воздухе. По предварительным данным, он загорелся, после чего пилот совершил аварийную посадку недалеко от Новорязанского шоссе. Пилот и пассажир, которым оказался 41-летний Александр Колтовой, погибли. По прибытии первого пожарного подразделения ЭПСЕ-27 происходило горение самолета. Подразделениями МЧС России деблокированы двое погибших, уточнили в ведомстве. По некоторым данным, на борту находилась и супруга телеведущего. Следователи и криминалисты управления уже выехали к месту крушения самолета, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий. В ликвидации последствий аварии участвуют 40 человек, 13 единиц техники. Как стало известно, Колтовой вместе с пассажиром направлялся в Рыбинск. Впрочем, телеведущий очень любил летать и делал это почти каждую неделю. Александр часто делился в социальных сетях фото и видео с полетов на легкомоторных самолетах. Напомним, в 2001 году Колтовой стал участником первого российского реалити-шоу «За стеклом». Покинув проект, он был приглашен на канал ТВ-6, где начал работать в качестве ведущего передачи сеть. Позже шоумен занимал должность главного редактора «Галилеа» на СТС. С апреля 2018 года Александр вел ДНК на НТВ. А в августе этого года он заменил Оскара Кучеру в программе «Звезды сошлись» и стал соведущим Леры Кудрявцевой.